This conference will now be recorded. Всем добрый день, рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Меня зовут Валерий Иванов. Мы с вами сегодня будем говорить о плане счетов, немножечко об отчетности, о бухгалтерском учете. Вообще такое понятие, как план счетов, это что-то значит. И уже совсем скоро мы к нему приступим. Пару слов о себе. Как вы видите на экране, есть информация о преподавателях на сайте «Специалист». Более 250 преподавателей. Один-единственный – Иванов. Поэтому вы всегда можете зайти на сайт «Специалист», «Главное о Центре преподавателя Иванов». Или в поиске значок «Лупа» написать «Иванов» и найти что-то обо мне. Что вы можете найти? Считаю себя успешным методологом по бухгалтерскому учету для банковских финансово-кредитных организаций, для обычных хозорасчетных предприятий. Есть опыт постановки в бюджетных организациях, производственных. Уже более 12-13 лет занимаюсь 1С-продуктами, постановкой учета, автоматизацией. Являюсь автором программных продуктов, подрядчик строительства, бухгалтерия строительной организации на базе 1С. Сертифицированный преподаватель фирмы 1С. Множество отзывов. Уже около 10 лет преподаю в Центре компьютерного обучения «Специалист». Могу сказать, что это лучший центр в России. Можете почитать отзывы, которые есть на сайте. Я даже сейчас немножко тоже удивлен, что здесь много новых отзывов появилось. Соответственно, самому тоже всегда интересно зайти и почитать о себе что-то. 22 страницы с отзывами. Это все реальные слушатели. Каждый у нас занимался. Помню почти всех. Фамилии, знакомые. Есть немножечко, несколько отзывов корпоративных. Компании, как правило, не особо хотят давать отзывы. Хотя это принято, но там, где маркетологи отделы обучения компаний, приветственно к этому относятся, оставляют отзывы. Конечно же, есть видео полезные для вас. Абсолютно бесплатные. Они есть на YouTube, они есть здесь. Вы можете посмотреть те или иные блоки. Например, для вас очень полезным будет особенности формирования отчетов и отчетности в 1С бухгалтерии. То есть, как формируются все отчеты и отчетность в 1С. Сегодня мы поговорим о плане счетов, об отчетности. Посмотрите видео. Конечно, не пугайтесь, если вы видите, что кто-то на экране рисует, скорее всего, это Иванов. Поэтому и на YouTube, и везде можете увидеть эти видеозаписи. Мы начинаем говорить предметно о сегодняшнем занятии. Если есть какие-то вопросы, пожелания, если возникает желание записаться к нам на курсы, а у нас их более тысячи курсов, то вы можете позвонить по номеру, который у вас здесь есть, либо на сайте оставить заявку, сообщение, Facebook, чат, и вас проконсультируют наши менеджеры по курсам, которые мы преподаем. Итак, мы говорим о плане счетов и вообще о счетоводстве. Глобальный бухучет, глобально в мире, он начинался именно с балансоведения. Счетоводство пришло чуть позже на практику и в помощь к людям. Но уже более 500 лет, так или иначе, мы говорим о счетоводстве, говорим о бухгалтерском учете, о двойной записи. Поэтому нужно знать и понимать, что такое счет бухгалтерского учета. Я вам сейчас всем задам вопрос, а вы попытаетесь на него ответить тезисно, или как понимаете. Как вы считаете, что такое счет бухгалтерского учета? Пожалуйста, напишите в чате, что такое счет бухгалтерского учета. Что такое счет бухгалтерского учета? Напишите, кто как понимает, что такое счет бухгалтерского учета. В чате пару слов тезисно. Я понимаю, вы скажете, мы пришли на семинар, чтобы узнать, что-то о плане счетов. Чтобы понимать, что-то о плане счетов, нужно вначале разобрать, что такое счет бухгалтерского учета. Пожалуйста, с этого и начнем. Пожалуйста, какие есть ассоциации? Статья для доходов и расходов, предлагает Марина. Проводка, дебет-кредит, вторая Марина предлагает. Отчество ваше не знаю, фамилии тоже, поэтому как есть. Итак, Марина предполагает, что это проводка, то есть двойная запись, и есть счет. Либо статья доходов и расходов. Какие еще вариации, ассоциации? Счет. Это что? Вот что такое счет? 603.09 Например, или 10.03 или 10.520 Предполагается цифровое обозначение вида расхода дохода, элемент отражения учетных операций и хозяйственных действий организации, регистр учета, что такое регистр учета, вы можете прочитать в пункте 10 статьи, статье, пункт не помню точно какой, там статья 10 закона 402 ФЗ о бухучете. Закон 402 ФЗ о бухучете. Федеральный закон как раз содержит понятие, что такое регистр бухгалтерского учета. То есть, какие обидательные семь реквизитов должны быть в регистре бухгалтерского учета. Мы это все изучим с вами уже на первых занятиях нашего курса теория бухгалтерского учета. Цифровое обозначение вида расхода я забыл вам сказать, что в некоторых странах используются буквы. для учета даже в нашем хозорасчетном и одинайсовском плане счетов мы используем для некоторых счетов буквы. То есть, вы имели ввиду учет денежных средств, доходов, расходов и других объектов учета также используются буквы. Например, какие-то НС, например, КВ и так далее. Всякие буквенные выражения. обозначение это правильный ответ обозначение учет денежных средств учет это уже записи, то есть двойная запись дебет, кредит, проводки, например, дебет, актив, кредит, обязательства. мы можем сказать, что дебет и кредит это элементы какого-то конкретного счета. У каждого счета есть дебет и кредит. Есть и категория определения чего-то, актив, обязательства. Так вот, именно категория, которую мы берем для учета, актив, обязательства, деньги, доходы, расходы, затраты. Это есть категория учета. А что такое счет учета? Правильно написал админ, не знаю, как вас зовут, простите, значит, что это обозначение, но не вида дохода-расхода, а мы говорим обозначение, цифровое, числовое, любое обозначение чего-то. Запишите у себя в шпаргалках к сегодняшнему занятию, я забыл вам сказать, что одна из таких фишек, методик моего преподавания, что вы всегда ведете шпаргалки. И первая шпаргалка где-то там на тетрадках, напишите себе заголовок шпаргалки. Первая шпаргалка, которую вы запишите, это что такое счет учета? счет учета это код чего-то. Это первое определение, которое мы сегодня должны освоить. Что счет учета это код чего-то. действительно все во всем мире кодификации, унификации используют коды чего-то. Понятно чего. И вы это написали сейчас, отвечая на вопрос о том, что такое счет бухучета. Категории учета активов, каких-то активов, например, деньги, денежные средства, вы знаете, бывают наличные и безналичные. Наличные в кассе, безналичные на счетах. Это, конечно же, какие-то категории связаны с учетом материально-производственных запасов, товары, материалы, сырье, дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность означает нам должны. Кредиторская задолженность мы должны. То есть категория чего-то дебиторка. Кредиторка чуть позже, скажем. Значит, могут быть еще учет основных средств, материальных активов, но именно счет это код чего-то. То есть, если я говорю на территории РФ 0,1, я подразумеваю основные средства. если я говорю вот такой счет, я подразумеваю НДС, ну и так далее, обязательно. То есть права, кто, кому, что, должен. Что такое счет учета? это код чего-то и точка. Счет учета код чего-то. Тогда второй вопрос возникает. Мы сказали капитала, актива, обязательств. Конечно же доходов и расходов. Сегодня мы изучим весь российский план счетов согласно 94М 2000 года. То есть мы узнаем российский вариант плана счетов. Я могу рассказать и про МСФОшный план счетов, и про финансово-кредитный план счетов, и про бюджетный план счетов, да и вообще про любой план счетов любой страны и даже любого мира. На этом курсе сегодня за столь короткое время, за полчаса мы должны понять устройство любого плана счетов и какова его роль в составлении отчетов и отчетности. Готовы? Все с нами. Поставьте плюсики, что вы здесь, что меня слышно, видно, что связь не пропала. Мы говорим о плане счетов. Что такое план счетов? Потому что именно этот навык поможет вам понимать теорию бухгалтерского учета. Что такое счет учета? Мы уже понимаем. Это код чего-то. Что такое план счетов? Вы догадываетесь, раз один счет это код чего-то. План счетов это совокупность всех кодов это совокупность всех кодов. Философы говорят все это ничто. То есть эти категории все и ничто идентичны. Намек на что? Что когда вы говорите всех кодов, это означает, что никаких кодов. То есть когда говорите все, надо уточнить каких конкретно, перечислить это множество подмножества. так как план счетов например международных стандартов финансовой отчетности является открытым, то я не могу вам перечислить все коды, которые могут быть, но я могу вам перечислить категории. А вот они категории. То есть если взять все категории учета, которые есть в этом мире, все категории учета, если мы их возьмем за основу, то и закодируем, то и получится план счетов. Если взять за основу все категории учета, которые есть, объекты учета, которые существуют, и закодировать их чем-то буквами, цифрами, словами, то и получится план счетов. Сегодня мы будем рассматривать за основу и конспектировать именно план счетов по приказу 94M от 2000 года. Вы скажете, как запомнить этот номер даты? Видите, я не помню дату, но как его найти? Для этого мы, конечно же, на наших курсах на правах рекламы, конечно, рекомендуем использовать «Консультант Плюс». Но, даже если не его, вы просто пишете «План счетов». Окей, Google «План счетов». И машина вам предлагает что-то. Конечно, здесь множество разных компаний. Конечно, я уже когда-либо слушателям показывал с помощью «Консультанта» открывал план счетов. 94Н от 31 октября 2000 года. Утвержден приказом Министерства финансов. Можно через сайт «Инфина» его открывать. Я использую «Консультант». Здесь всегда текущая версия. Здесь какие-то коды. Я кодов не вижу. Здесь какие-то разделы. Открыть полный текст документа. Я вам сейчас всем скину ссылочку, не переживайте. Это мы практикуем. я вам кидаю ссылку, а вы всегда на компьютерах открывайте, если это вам удобно. Если не удобно, просто смотрим запись, задаем какие-то вопросы. Может из телефона, может из планшета. Не обязательно открывать по ссылке план счетов. Главное что он периодически изменяется, как и любой документ. Периодически могут налилиться какие-то изменения в него. И написано редакция от 2010 года. Список изменяющих документов написано 2003 год. Но редакция в 2010. Поэтому я не буду сейчас смотреть какие редакции когда, какого года, но скажу сразу, что Минфин хочет и планирует к 2022 году поменять план счетов. то есть они себе еще оставили полтора год. Не знаю, сейчас коронавирус поменяет их планы или нет, но цель какая? Несовершенен план счетов. Не буду говорить ничего на эту тему, потому что если несовершенный учет, то, конечно, и план счетов будет виноват. Если совершенный учет, то и не важно, какой план счетов, то даже можно и не применять план счетов. Давайте скажем, таким политическим вопросом нет места у нас на курсах, поэтому мы говорим о сути. Что такое план счетов, с чем его едят и как быстро его изучить. У нас осталось не так мало времени. У нас осталось меньше, чем полчаса, чтобы изучить весь план счетов. Действительно, ровно за полчаса все мои слушатели на курсах изучают и знают план счетов бухучета. Я вам этот секрет уже открою сегодня. Как его придет? У нас буквально у меня стартует уже группа буквально на днях через неделю по теории бухгалтерского учета. Кто заинтересуется, кому понравится, всегда добро пожаловать? Значит, с 8 июля по 17 июля это теория бухучета, затем у нас будут курсы 1С 1 уровень, 2 уровень, то есть полноценный трек из дипломных программ. Кто не сможет 8 июля, можете записаться 3 августа на курсы. Но в чем плюс, что вы уже за этот месяц полностью за один месяц с нуля и до глубокого понимания учета и отчетности сможете быть главбухом. То есть всего лишь месяц июль на то, чтобы стать успешным бухгалтером. Даже с нуля я даю гарантию 99,9%. Если вы посещаете все занятия, гарантия 100%, что вы будете успешным главбухом. Ну или бухгалтером на участке кто на что. Иногда чисто психологически не хватает нам усилий, чтобы быть главным бухгалтером. Это чисто психологические моменты. Над этим тоже можно поработать. Итак, мы говорим о плане счетов. Я вам даю лайфхаки. Вы мне напомните в конце сегодняшнего занятия получить от меня инструмент, который вам позволит уже придя на первое занятие сказать Валерий Георгиевич, мы изучили и знаем в совершенстве план счетов. План счетов нужно знать, а не зубрить, не учить, а знать. Я вас сейчас научу и расскажу вам все про этот план счетов. вы кто захочет прийти на курсы к первому занятию уже 8 июля буквально через пару дней, вам нужно всего лишь выделить полчаса времени в метро, в транспорте, где угодно поиграть в одну игру. Поиграете в эту игру, будете знать план счетов. Но это чуть позже, это будет такой бонус вам. Сейчас мы говорим о план счетов компаний. Обычный учет, не бюджетный, не финансово-кредитных организаций. Обычный бухгалтерский учет. Итак, первое что, конечно же, мы на курсах никогда не начинаем первое занятие с плана счетов бухучета. Мы вначале изучаем, что такое активы, капитал, обязательства, что такое доходы, расходы, затраты, изучаем все категории учета. Нельзя, Ольга, Подольская кодировать то, чего нет. Нельзя кодировать то, чего не знаем. Говорят, когда индейцы в Америке гуляли вдоль побережья и не замечали испанских кораблей, потому что они их до этого и не видели. И зачем им было их опасаться? То есть, когда ты чего-то и не знаешь, ты не боишься этого. Страх от того, что мы что-то знаем. И помните, чем больше вы знаете, тем больше вам будет казаться, что вы ничего не знаете, потому что страх от того, что мы больше знаем, еще больше кажется, что мы чего-то и не знаем. План счетов это коды чего-то. Так вот, что вам нужно знать? Вам нужно знать текст, категории учетные. И если вы знаете все эти категории, то закодировать их в России, в Казахстане, в Белоруссии, в Армении, в Украине, в Америке, где угодно, не составит и труда. Кодировать легко, если знаем ответ на два вопроса. Первый вопрос, уже сейчас вы его узнаете, что, о чем речь, или о чем речь. Это первый вопрос, который вы всегда себе задаете. Не отвечая на этот вопрос, вы не знаете, что это за счет учета, как его кодировать и что с ним делать. Например, получили материалы от поставщика. Первый вопрос, который задает себе бухгалтер в любом факте жизни, что бы ни происходило. Он звучит так, что, о чем речь. И пока не отвечаете на этот вопрос, вы не знаете, о чем речь. Что, о чем речь. Ну, еще это подвижащие или что. Материалы или дополнение. Материалы. Задаю себе вопрос, материалы, это что? И тут варианты ответа. В какие категории учета? Это активы, капиталы, обязательства, это доходы, расходы, затраты. Пожалуйста, напишите, что, о чем речь. Как вы считаете, что, о чем речь. Напишите в чате, пожалуйста, кто, как считает. конечно же, это активы, да, вы правы, это оборотные активы, верно. ну, и вы дальше уже будете группировать. Вот сейчас мы скажем, что главный вопрос в шпаргалках, запишите себе два вопроса бухгалтера на каждую секунду, запишите, пожалуйста, два вопроса бухгалтера на каждую секунду вы их себе будете задавать. Первый вопрос, что, о чем речь, и вы видите, вы Итак, первый вопрос. Что, о чем речь? Два вопроса бухгалтера на каждый вопрос. На каждую секунду. Только успешный бухгалтер отвечает на эти вопросы. А неуспешный он просто не думает ни о чем. Второй вопрос запишите обязательно. Что с этим что происходит? Еще раз, бухгалтер должен знать ответ на два вопроса. Первый, что, о чем речь? А второй вопрос, когда уже задал первый и ответил на него. Что с ним происходит? Плюс или минус? Что с ним происходит? Плюс или минус? То есть, первый вопрос. Что материалы? Материалы это активы. Вы даже сказали мне это внеоборотные активы. А второй вопрос. А второй вопрос. Что происходит? Плюс или минус? На курсе теории бухгалтера мы с вами изучим структуру каждого счета. Что бывают счета активные, бывают пассивные. И мы, конечно же, поймем, что активно-пассивных счетов не существует. А бывают только активные и только пассивные. Во всем мире. Во всем мире не существует активно-пассивных счетов. Это интрига. Я не буду сейчас отвечать на вопрос. Почему? Просто объясню вам, что существуют счета активные, существуют счета пассивные. И, конечно же, у каждого счета есть понятия дебет и кредит. Дебет это левая часть счета. Красная звездочка ее отразил. А кредит это правая часть счета. Квадратиком отражу. Синий квадратик, правая часть счета. То есть всем понятно, что правая часть любого счета это кредит. А левая часть любого счета это девять. То есть что такое девять счета, кредит счета, вы прекрасно уже понимаете. Дебет счета левая часть, кредит правая. Но у каждого счета, у каждой категории, материалы, поставщики... Есть движение чего-то этой категории. То есть мы поступили, материалы это поставщиков. Что материалы это активы. Что сделали? Поступили. Как мы их отразим? Плюсы у материалов по дебету. Обязательство и задолженность поставщикам увеличивается по кредиту. Но я вас этому научу на теории бухучета. Я не ставлю себе сегодняшнюю цель учить вас этому. Почему материалы увеличивают по дебету, узнаете только на курсе теории бухгалтерского учета. А как счета кодируются и как упрощают нам учет отчетность, узнаете прямо сейчас. Итак, если посмотреть, каждый раздел, я назад вернул, каждый раздел плана счетов внеоборотной активы. Открыт полный документ, у вас открыт полный план счетов. Так вот, в полном плане счетов бухгалтерского учета. Первый раздел внеоборотной активы. Почему начали с активов? Потому что первая основная категория учета это ваше богатство, наше богатство. Это активы. А дальше идут капиталы, обязательства. Конечно же, в активах выделяют дебиторскую задолженность. Нам должны. Обязательства это кредиторская задолженность. Или мы должны. Налоги, сборы, зарплату. Зарплату поставщикам, банкам, кредиторам. Мы должны. А нам дебиторы должны. Нам должны покупатели, мы должны кому-то. Кто кому должен платить зарплату? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто кому должен платить зарплату? Если мы – организация, кто кому должен платить зарплату, если мы – организация? Напишите в чате, кто кому должен платить зарплату. Конечно, организация с сотрудниками – это обязательство. Так вот, внимание, если рассмотреть бухгалтерское балансовое уравнение или уравнение баланса, активы равно капитал плюс обязательство, то возникает вопрос. Вот они, три основные категории учета. Доходы и расходы мы добавим уже на курсе теории бухучета. Так вот, три категории балансового уровня. Активы равно капитал плюс обязательство. Активы слева, пассивы справа. Это все пассив балансы, это все актив балансы. Равенство, равенство. Вопрос. С чего бы вы начали кодировать ваши категории учета? Скажите, слева направо или по арабской методике справа налево? Если слева направо по нашей отечественной, общемировой, европейской, неарабской, то есть есть арабская методика и есть неарабская, противная арабской, то цифру два. То есть если вы хотите арабскую методику справа налево начать, в начале обязательства, потом капитал, потом активы, то поставьте цифру два в чате. Если вы хотите начать кодировать ваши категории учета слева направо, то есть в начале активы, потом смежно пассивы, то поставьте цифру один. В России выбрали ваш выбор, цифру один. Да, слева направо, Марина, верно. То есть слева направо начнется кодировка. Причем здесь есть возможность кодировать все активы, потом все капиталы и обязательства. Спасибо. Так вот активы можно кодировать как? Если мы посмотрим всю структуру баланса, то актив состоит из многих категорий. Например, есть денежное средство, есть дебюторская задолженность, есть материальные какие-то ресурсы, и есть иммобилизация или внеоборотные активы. Это основные средства, материальные активы, то есть здания, сооружения, машины. Вот так, как я нарисовал, кодируют баланс банковско-финансово-кредитной организации. То есть по степени ликвидности к уменьшению. То есть в начале самые высоколиквидные активы. Что такое ликвидность, я вам расскажу. А потом низколиквидные активы, или вообще неликвидные активы. То есть скажите, что лучше, деньги или право на патент. Новая разработка карандаша. Я, как Иванов, запатентовал новый карандаш. Пятиугольный. Скажите, что лучше, карандаш иметь или деньги? Вопрос философский. Но с точки зрения бухучета и вообще финансового анализа, деньги лучше, чем карандаш. Кто-то из бизнеса скажет, может этот патент такой, что это новая модель, и все захотят его покупать, и это лучшее, и это будущее нашей страны и всего мира. Ну, с точки зрения такого низменного превентивного уровня, это, конечно же, деньги высоколиквидные. То есть что такое ликвидность? Это способность превращать себя в другие активы. Что легче превратить в другой актив или в деньги? Деньги, материалы или карандаши. Точнее, патент на этот карандаш. Конечно же, мы скажем, что деньги и материалы. Конечно же, что деньги, потом материалы, ну и потом здание, сооружение. В Москве говорят, лучше квартиру иметь, чем 100 рублей. Ну, это понятно. Но если иметь 20 миллионов рублей и квартиру, которая на рынке стоит 18-22 миллиона, то что вы выберете? 20 миллионов или квартиру, которая стоит 20 миллионов? Напишите в чате. Деньги или квартиру? Что вы выберете? Вам предлагают две чаши. В одной деньги, в другой квартиру. Что вы выберете? 20 миллионов или квартиру, которая стоит 20? Правильно. И деньги, и квартиру надо брать все. Абсолютно правильный ответ. И деньги, и квартиру. Надо брать все. Конечно, деньги высоколиквиднее. Если говорят все, взять, берите все. Если предлагают что-то, хоть что-то. Дают, надо брать. Не дают, не берем. Итак, внеоборотные активы – это методика нашего плана счетов. То есть начинается внеоборотные. То есть самые низко ликвидные активы. Основные средства и нематериальные активы. С этого начинается хозрасчетный план счетов. Финансово-кредитный начинается с денег. У нас, по логике, деньги будут в самом конце в активах. Давайте проверим. Где деньги? Да, они в самом конце в активах. Открывайте ваши шпаргалки и записываем следующую мысль. Следующая мысль по нашему плану счетов. В шпаргалках записываем мысль. Счета с 0,1 по 59 активные. Счета с 0,1 по 59 активные. А теперь напишите все в чате. Как вы думаете, бухучет – это гуманитарная наука или точная наука? Бухучет – это гуманитарная наука, например, русский язык. Или точная наука, например, математика. То есть, бухучет вместе всех наук. Где он? Ближе к русскому языку или к математике? Ответьте прямо сейчас на этот вопрос в чате. Единичка, если ближе к русскому языку. И математика, если… Либо напишите процентом. То есть, насколько он относится к какой-то из этих шкалой. То есть, например, если считаете, что 30 на 70, пишите 30 на 70. Из 100 баллов. То есть, если не можете четко ответить, это русский язык или это математика, бухучет. Как считаете, многие из вас начинающие, кто-то уже и нет опыта работы. Как вы считаете, бухучет, он ближе к чему? К гуманитарной дисциплине или к математической точной науке? Ну или процентовка, сколько на сколько? 50 на 50, 20 на 80, 90 на 10 или 0,100? Сразу скажу, 99% слушателей отвечают, что это точная наука. И мы видим, статистика не подводится. Вы все почти ответили, что это точная. Но Александра абсолютно права. Это на 99% гуманитарная. И всего лишь на 1% точная. Еще раз, бухучет, гуманитарная наука. Сразу вам скажу признаки точных наук. Точные науки – это точные науки. Они, если и требуют доказательства, то оно однозначно. И там очень мало парадоксов. Кого-то и чего-то. А вот гуманитарная наука, Александра, это означает, что на каждое правило есть тысячу исключений. Вот я вам сейчас дал правило. Счета 0,1-59 активные. Но если бы это была точная наука, вы бы тупо идеально запомнили. Счет 10-й какой активный? Счет 20-й какой активный? 50-й какой активный? И это правда. Счета 0,1-59 активные. Даже не зная названия категории, я говорю, это активный счет. Счет 20-й активный. Как вы думаете, а счет 26-й какой? Активный или пассивный? Напишите в чате. Счет 26. Вы не знаете, что под ним закодировано. Но зная аксиому правила, это активный или пассивный счет? Конечно, активный, потому что здесь есть такое правило. Но здесь есть подвох, кроме не все счета из этого перечня активные. 0,2-й, 0,5-й, 14-й, 42-й, 59-й, 15-й, 16-й, под вопросом, если мы их применяем. Хорошо. Вот так. Присмотрите. Получается, что сейчас мы с вами должны четко понимать, что означает активный счет. Активный счет это... А я не давал вам определение, что такое активный. Я давал, что такое счет. Это код чего-то. А если счет активный счет, то это что? Код актива. Запишите, активный счет это код актива. Активный счет это код актива. Ну или чего-то активного. Что такое вообще актив, мы дадим определение. Я вам сейчас коротко скажу, вы не будете это записывать, просто скажу, что это все наше богатство. То есть это имущество и то, что принесет выгоды в будущем. Запомните, активы приносят выгоды в будущем. Или ваше богатство уже сейчас. Это ваши возможности в будущем обогатиться. Или уже сейчас вы богаты. Вот это активы. Это права какие-то. Вам должны 3 рубля. Это актив, конечно. Но вам должны 3 рубля. Мы в будущем их получим. Но сейчас чем богаты правами, право требовать долг. Ну или требованиями их называют. Хорошо. Счета 0,1,59 активные. Кроме вот этих счетов. Следующая категория. Аксиома. Счета 80-89, хотя может такого не существует, но я пишу как есть. Счета 80-89 пассивные. Пассивные счета. То есть они отражаются в балансе. Не в активе, а где в пассиве. Счета 0,1,59 активные в активе. Счета 80-89 пассивные в пассиве. А где отражаются вот эти кроме? Они контрактивные. В активе отражаются, но с минусом. Или их называют пассивные счета. То есть это контрактивные счета. Счета 0,2, 0,5, 14, 16, 42, 59. Они отражаются с минусом. Счета 80-89 пассивные. Пассивные это что означает? Отражаются в пассиве баланса. Актив слева, пассив справа. То есть 80-й счет, уставный капитал. Там 81-й счет. Он исключение. То есть мы сейчас напишем кроме. Классические пассивные счета это капиталы. Капиталы всегда пассивные счета. Ну мы напишем кроме. Кроме счета 81 акции, выкупленные аукционеров. Это контр-пассивный счет. И счет 84. Но 84 называют почему-то активно-пассивным. А он неактивно-пассивный счет. 84-й счет, если убыток, он активный счет. Но просто отражается в пассиве с минусом. То есть если у вас убыток, то это не пассивный счет, а активный. А если у вас прибыль, то есть прибыль. Прибыль это счет пассивный. Почему прибыль пассивная, разберем на курсе теории бухгалтерского учета. Я вам сразу скажу. Активы это капитал плюс обязательства. Активы это наше богатство. А причина нашего богатства в чем? В том, что капитал это наша собственная часть богатства. Собственная причина. Нам подарили родители. Дали уставный капитал. Мы заработали. А обязательство заемная часть вашего богатства. То есть если у вас 100 миллионов рублей, Людмила, это не означает, что 100 миллионов вы сами заработали. Может из них 60 миллионов это вам банк предоставил ипотеку. Может быть? Может. То есть если у вас есть квартира на 70 миллионов, но вы оплатили только 10, а 60 еще в долге. То есть вы должны банку. Это означает, что у вас богатства много. Но причина вашего богатства, источники их называют богатства, источники. Это капитал, собственная часть и заемная. Так вот, заемная часть. Это все равно ваше богатство 100 миллионов. Квартира ваша. Но постучат завтра две кредиторы и захотят их отобрать. Если вы не будете исполнять обязательства. Поэтому обязательства это мы должны банком платить. Так вот, как понять прибыль, активно или пассивно? Вот источник вашего богатства, собственная часть. Собственная часть это что? Капиталы? Утравны дали нам родители на старте. А прибыль? Это мы сами заработали своим трудом. Когда говорят, как быть успешным? Что нужно для этого? Нужно быть прибыльным. Прибыль это разница между чем и чем? Напишите в чате, пожалуйста. Прибыль это разница между чем и чем? Между доходами и расходами. Так вот, мы подробно будем с вами изучать это на курсе теории бухучета. Но вот здесь уже идет секрет масонского общества. Я вам его открою на курсе теории бухгалтерского учета. И вы будете на 100% понимать учет. Еще не было слушателей на моих курсах, которые читают Иванов по теории учета, чтобы не понимали бухучет и не умели работать с супер бухгалтерами. Потому что знают секреты. Какие секреты? Ну вот даже один из масонского общества, который я вам не дораскрыл. Но намек на что? Что такое прибыль? Если доходы больше, чем расходы. То есть 70 это разница 100 минус 30. Как она у вас положительна? Подождите, а расходы? Если будут 130, значит будет минус 30. А минус 30 это контрпассивная часть 30. Но сами по себе расходы на каждый день не здесь и не с минусом. А где узнаем на курсе теории? То есть еще раз, если это прибыль, то с плюсом она в пассиве, пассивная категория. А если убыток, то с минусом. Почему убыток? Потому что расходов больше, чем доходов. Но как их учитывать в учете? Это секрет. Мы узнаем это на курсе теории учета. Сейчас говорим о плане счетов. Если прибыль, счет пассивный. Если убыток, счет активный или контрпассивный. Итак, мы уже что знаем? Что счета с 0.1 по 59 будут в активе. Счета с 0.1 по 59 будут в активе. Счета с 0.1 по 59, их там максимум до 86, но не важно. Они будут в пассиве. Кроме 0.1 и 0.1, они будут в пассиве, но с минусом. То есть тоже в пассиве, но с минусом. Все остальные в пассиве с плюсом. Эти в пассиве с минусом. Все с 0.1 по 59 в активе, кроме вот этих, будут в активе, но с минусом. Дальше. Следующую аксиому запишем. Вы помните, что должны мне напомнить, чтобы я вам дал секрет, как изучить за полчаса весь план счетов. Как все эти коды знать наизусть. Итак, следующая категория. Это счета 9099. В шпаргалках пишем. Счета 9099. Это счета финансовых результатов. Если посмотреть приказ Минфина, то счета 9099 – это раздел 8 плана счетов. Финансовый результат. Финрезы. И начинается выручка, доходы, расходы и так далее. Это как раз те категории, о которых вы мне писали, что счет учета – это код доходов и расходов. Но заметьте, доходы и расходы только у вас совсем чуть-чуть. Только раздел 8 плана счетов. А все остальное – это другие категории, не связанные с доходами и расходами. То есть финрезы доходы и расходы. Итак, мы в шпаргалке возвращаемся и пишем. Счета 9099 – коды учета, доходов и расходов. Коды учета, доходов и расходов. В скобках напишите «не затрат». Не путать затраты с доходами и расходами. Затраты активной категории. Затраты будут у нас на 20-х счетах. Затраты – это активные категории. Почему они активные, я вам тоже расскажу в теории бухучета. Доходы и расходы – это 90-е счета в Российской Федерации. Как понять, какие они – активные или пассивные? Запишите. Счета 9099 – это коды учета доходов и расходов. Мы должны сейчас написать, какие они – активные или пассивные. Двоеточие. Если… Учитывая доходы… А их всего два субсчета. Субсчет – это подкод чего-то. Субаккаунт. Субсчет. Подсчет. 90.1 и 91.1. Если учитываем доходы, то они по правилам пассивных счетов. Они по правилам пассивных счетов. Что это означает? Запишите. То есть доходы отражаются всегда, всегда по кредиту. И точка. Вот по кредиту вот этих счетов. Доходы всегда отражаются по кредиту. То есть любой доход – это кредит 90-го счета. Если прочая деятельность – кредит 91-го. Посмотрите. Выручка – это доход. Прочий доход. Что еще относится к доходам? Это 98-й счет. Доходы будущих периодов. То есть 90-й, 91-й и 98-й. Он редкий счет. На практике редко встречается. Но им имеет место быть. Доходы всегда по кредиту. Вы догадываетесь, что теперь нужно написать точно такое же выражение, но с расходами. Если учитываем расходы. 90.x, 91.x, 97. Могу сказать и 94. И любые другие. То есть если что-то связанное с расходами, то они учитываются по правилам активных счетов. То есть отражаются всегда по дебету. Если учитываем доходы, то они всегда по кредиту. Если расходы, то они всегда по дебету. Доходы по кредиту, расходы по дебету. Это легко запомнить. И на практике ни у кого нет труда отражать 90-е счета. Потому что главное не перепутать, где доход, где расход. Что такое доходы? Это экономические выгоды. Это ваши плюсы радости. Я всегда учу слушателей, и они понимают, что если мы радуемся, а мы обманули покупателя, сказали ему, что квартира стоит 20 миллионов, и он согласился, ха-ха-ха, а мы ее купили за 3-4 миллиона. Мы радуемся в душе. Значит, это доход. Продажа любая, имущество дает вам доход. Расходы. Это печаль и огорчение. Вы потеряли 100 рублей. Я шел по улице и потерял 100 рублей. Кредит-актив 100 рублей деньги. Дебет. Всегда по дебету расход. Почему 91.2? Как вы думаете, почему это прочий расход? Я что, хотел терять 100 рублей, прогулявшись по улице? Или это просто как невезение такое? Так вот, все равно на душе печаль. Какая разница, какая причина? Главное, что если это не ваш хлеб, не ваша основная деятельность, не мозоли натерли в процессе работы, то это 91 счет. Все расходы по правилам активных счетов, а не активные категории. Все доходы по правилам пассивных счетов, а не пассивные категории. Есть вопросы? Задайте вопросы по 90-99 счетам. В чате напишите, пожалуйста, какие у вас вопросы по этим счетам. А я вам пока скажу, где они отражаются в балансе. Правильный ответ. Доходы и расходы нигде не отражаются в балансе, а отражаются в специальной форме. Форма номер 2. Отчет о финансовых результатах. На курсе теории обухучета мы будем ее заполнять и рассматривать. И, конечно же, и баланс, и форму 2. Форма 2. Доходы и расходы отдельно рассматриваются. Но доходы будущих периодов, расходы будущих периодов и прочие различные недостачи и потери будут учитываться в прочих... То есть доходы это... Доходы будущих периодов. Это у вас будет в разделе обязательства в балансе. А прочие активы, какие оборотные или не оборотные, на ваше усмотрение. То есть 97-й и 94-й на ваше усмотрение. Расходы будущих периодов отражают как в прочих активах, оборотных, так и вне оборотных. Если пока, Лия, все понятно, записываем следующую шпаргалку. Самую сложную для всех начинающих бухгалтеров. Говорят, мы путаем активно пассивные счета. Я говорю, где вы их видели? Их не существует же. Он говорит, нет, они есть. Нам говорили, что 90-е активно пассивные. Нам говорили, что 60-е, 62-е активно пассивные. А вы говорите, их нет. 71-й, 75-й активно пассивные. А я действительно заявляю по сей день, что не существует активно пассивных счетов. Счета. Последняя аксиома на сегодня. Счета 60-79. Счета учета 50-79. Давайте посмотрим, что там в приказе Минфина 60-79. Какие это счета? Расчеты. Счета расчетов 60-79. Это расчеты отношения с кем-то. Отношения с кем-то. Помните, деньги любят кого-то. Деньги любят счет. Деньги любят отношения кого-то. Значит, они могут приходить к кому-то, уходить от кого-то. Имущество приходит от кого-то, уходит к кому-то. Это все расчеты отношений. Говорят, что расчеты понять способен ребенок с 8 лет. Поэтому возьмите себя в руки. Если вам больше, чем 8 лет, я надеюсь, вам всем больше, чем 8 лет, вы можете в магазине рассчитаться. Вы можете посчитать, что если хлеб стоит 30 рублей, а вы даете 50, вам должны вернуть дачу 20. Как ни странно, но это считается самым сложным в бухгалтерском учете. Самое сложное именно это в бухгалтерском учете. И поэтому бухгалтера на участках расчеты 60-е, 62-е, 76-е получают больше всех зарплат. На уровне с расчетчиками по зарплате. На одном и том же уровне. То есть расчетчики по зарплате высокооплачиваемые, бухгалтеры на участках расчеты с контрагентами высокооплачиваемые. На высоком уровне, если не выше, чем расчетчики. Расчетчики считаются одними из самых высокооплачиваемых, считают себе зарплату, видят зарплату всех, пусть получают много. Не против. И участок 60-79 счетов самый высокооплачиваемый из всех участков учетов. Участок банки и кассы – неблагодарное дело. Будете на банке и на кассе хорошо вести учет, всю жизнь на нем проработаете. Хорошо быть голубухом или на участке расчета отношений. Так вот, это самый сложный участок. И мы его даем на финише. Счета 60-79. Пишите активные. Заметьте, я говорю активно-пассивные. Я говорю активные или пассивные. Запишите. Если сальдо. Сальдо – это остаток по счету. Если сальдо по дебету, в скобочках «нам должны», то есть это означает, другим словом, если «нам должны», то активный счет и отражается в балансе в активе. Как это еще называют? Ведь это дебиторская задолженность. Вы догадались, почему дебиторская? Потому что сальдо по дебету. Потому что в активе актив слева, дебет слева. Ведь это дебиторская задолженность. Ну и догадались, что если сальдо по кредиту «мы должны», то это будет пассивный счет. И отражаться будет в пассиве баланса. Потому что будет кредиторская задолженность. Записываем эти прописные истины. Если сальдо по кредиту, то мы должны то мы должны это что-то какой пассивный. В балансе в пассиве. И это кредиторская задолженность. Вот это обязательно. Обязательно вы должны понимать. Счета 6479 активные или пассивные. Если сальдо по дебету, нам должны активный счет. Если по кредиту, мы должны пассивный счет. Есть ли вопросы по этому пункту 60-79 активные или пассивные? Конечно, есть. И я вам советую, что если мы берем первый счет, 60-й поставщики-подрядчики, отсюда вывод, что они могут быть и нам должны, и мы должны. Поэтому выделяют субсчета. Если мы должны, точка 1. Если нам, точка 2. Учите, что поставщик может быть нам должен. А еще как же! Кто первым по договору выстрелит, тому и должны. То есть, если мы первыми заплатили аванс аванс поставщику, то нам они должны отгрузить. Значит, я буду показывать 60.2, когда аванс. А если они первыми нам поставили, и мы им должны, то я буду писать 60.1. Дебет, материалы, 10-й счет. Кредит 60.1. Поставщик альфа. Почему 60.1 альфа? Я не пишу расчеты с поставщиками. Потому что это не точка 2, это не аванс. Это поставка нам материала. Двойной записи я вас научу. Это несложно. Это вопрос всего лишь 4 часов научиться двойной записи до автоматизма. Но понимать, что субсчета придуманы для того, чтобы уточнять, не аванс или аванс, мы или нам. Давайте посмотрим 75-й счет, чтобы вам было понятно, почему выделяют субсчета. Смотрите. Выделили субсчет точка 1, точка 2. Расчеты с учредителями. Кто кому должен? Мы родителям или родители нам? Напишите в чате, пожалуйста. Кто кому должен и обязан? Мы, дети, родителям? Или родители обязаны нас кормить вечно и содержать вечно? Кто кому обязан? Мы им или они нам? Лия, Александра, Людмила, все, кто с нами в чате, пожалуйста, напишите, кто кому должен? Мы родителям обязаны? Или они обязаны нам? Есть дети, которые говорят, что родители нам обязаны. У меня есть еще одноклассники, до сих пор упрекают своих родителей, это очень некрасиво и невоспитанно. Не знаю, как это называть. Конечно, вы должны понимать, что с точки зрения бизнеса ровно один год родители нам должны взносы. Первый год для ребенка самый сложный. Родители должны забрать из роддома, должны вырастить, скормить, напоить, воспитать. Вот в жизни бизнеса, запомните, это первый год. В жизни человека это 18 лет, классика жанра. Ну, плюс 24, ну, плюс 27. Ну, сколько можно? Надо начать помогать родителям. То есть нужно, чтобы этот предел условный не превратился в 50 лет. Запомните, бизнес не терпит. В бизнесе учители могут ликвидировать фирму. Поэтому первый год нам будут должны родители, это вклады в уставный капитал, счет активный, нам должны. Второй год и дальше, когда уже будет получена прибыль, родители захотят, чтобы мы были должны им дивиденды. Нам должны на старте дать, мы им потом дивиденды. И всю жизнь будем мы им должны. А периодически иногда они могут пополнять уставный капитал в каких-то случаях. либо расширять, пропускать и так далее. То есть еще раз, нам это периодически, а мы всю жизнь и постоянно. Действительно, вы правы, мы обязаны своим родителям. Вы правы, мы должны своим родителям. Разные дебиторы и кредиторы, и мы, и нам. То есть кто кому, мы нам. Как думаете, кто кому должен платить алименты? Кто кому должен платить алименты, если мы работодатели? ВИД это кто? Виталий или кто там? Ну, обращусь к вам как ВИД, с вашего позволения. Значит, могут ли учители получать больше 20... Виктор, ага. Могут ли учители получать больше 20% от прибыли, насколько это законно? Учители могут получать 100% всей прибыли. Еще раз. Учредители могут распоряжаться всей прибылью нераспределенной. Ведь весь бизнес их, не наш, не директоров, не бухгалтеров, а их родителей бизнес. Соответственно, запомните, кто распоряжается прибылью? Учредители всей прибылью, но ключевое слово чистой. Что значит чистой? После уплаты всех налогов государству. И они, когда будут получать дивиденды, мы еще их удержим. С них НДФЛ и налог на прибыль. Мы удержим еще 13 или 15% НДФЛ. Ну, или если не резиденты, то 15%. Смотрите, конечно, есть закон об акционерных обществах, закон об унитарных предприятиях, есть автономных, федеральных. Конечно, есть ограничения, кто сколько может, на что направлять прибыль. Есть такие ограничения. Мы будем читать законы, есть множество типов предприятий. Но, если говорить в целом, кто распоряжается, акционерные общества могут ли быть банкротами или самоликвидировать? Имеют ли право акционерные общества ликвидировать? Кто будет распоряжаться этими процессами? Понятно, это уже моменты такие юридической плоскости. И скажут, какое дело бухгалтеру до этого? То есть, если принято такое решение, если есть решение суда, нам надо отражать в учете. Поэтому вопрос юридической плоскости. Как оформить? Насколько законно? Это не вопрос двух учета. Вопрос двух учета отразить. Нет, Виктор, директор и менеджмент не имеют права распределять прибыль, только учредители-собственники. Они решают. В законе об акционерном обществе написано, что менеджер не может или управляющий директор не может принимать решение о каких-то суперкрупных сделках без ведома собственников. Он должен их уведомлять из их согласия. Действительно, там такие нормы и ограничения есть, что если это существенное влияние, вдруг это снимая сделка, директор ее подпишет, потом его подкупили, и весь бизнес уйдет куда-то к третьей лице. Вот там действительно ответственность есть такая. Но прибыль не распределяют директора и не имеют никакого права на нее претендовать. Хорошо. Я хотел вам еще подсказать на сегодня, как, как, то есть как выучить теперь этот весь план счетов. Как выучить весь план счетов, который вы видите? Слава Богу, здесь есть пропуски и въятия. Нету 88-го счета, 89-го, 85-го. Легче учить. Но как? Просто прочитать? Да. Возможно, пару раз вам придется его просто прочитать, задумавшись, что такое касса. Это наличные деньги. Что такое расчетный счет? Это безналичные деньги. Но как его запомнить быстрее? Значит, быстро и легко смогут выучить план счетов те, у кого Android-телефон. Напишите, пожалуйста, цифру 1, если у вас Android-телефон, а цифру 2, если у вас iPhone. Если телефоны на Android-те, цифру 1. Если iPhone, цифру 2. Большая часть на Android-те. Те, у кого iPhone, есть возможность найти Android-у родственников, у кого-то еще? Михаила, у вас что? Наверное, офисное какое-то решение. Nokia или что там? Просто комп. А из телефонов есть что-то? Какой мобильный телефон у вас? iPhone или на Android? Если iPhone 2, если Android 1. вообще не сейчас, где смотрим и как смотрим, а вообще каким телефоном пользуетесь? Вы потом. Хорошо. Итак, те, у кого Android, всем нужно зайти в Play Market и скачать приложение. Называется Play, счет обух учета. Те, у кого iPhone, найти приложение на Android-е у кого-то. Play, счета обух учета. Обязательно поиграть в эту игру. Play, счета обух учета. Это могут сделать и на Play, и на App Market, вот эти App Store, могут сделать все, у кого iPhone. Просто план счетов скачать. Это и есть приложение и iPhone-овских, и Android-овских. Но, когда вы установите себе именно Play, счета обух учета, вы можете играть. Запомните, на сегодня вся наука сводится к игровой теории хейзинга. Игровая теория в том, что вся культура, все знание, познание происходит в процессе игры. Поэтому мы не отстаем. Учет не сдает позиции. И мы тоже переходим в игру. Вам нужно поиграть 2-3 дня перед стартом наших курсов. Обязательно поиграть в план счетов. Как это поиграть? А выбрать тип игры. По наименованию или по номеру, по названию. Как? Вы вначале прочитаете план счетов хотя бы один раз. А я вообще советую не читать его. Не читая план счетов, можно играть в игру. Как? Например, выбираете по номеру, по названию. Выходит торговая наценка. И вы думаете, какой это может быть счет? Какой это может быть счет? 0-3, 0-8, 50, 0-2. У меня сразу ассоциация 0-1, 59, тире активные. Это какие-то активные счета. Что такое торговая наценка? Знать не знаю. Догадываюсь, что-то добавили на цену. Но я начинаю подряд просто кликать с конца. 0-3, красный, не подходит. Знаешь, неправильно? Я уже точно знаю, что торговая оценка это не 0-3 еще. Потом 0-8, нет, неправильно. 0-58, неправильно. А кликнул 42, загорелся зеленый. И в моем подсознании, где-то там, в коре головного мозга, горит правильный ответ. Все, я буду знать на всю жизнь. 142, торговая оценка. Невероятно, но это работает. Все мои слушатели, их было уже более, по теории учета, более 4 тысяч. Они все говорят, это работает, Валерий Гердович. Работает. То есть, поиграв полчаса в игру, это работает. Потом можно по ходу. Например, 43, это что, брак? В производстве нет. Это прибыли и убытки? Нет. Это готовая продукция? Да. Зеленым загорится готовая продукция. Все, я буду знать, что 43 в России это готовая продукция. Пожалуйста, поиграть в эту игру. И потом у вас будет статистика. По разделам учетов, как вы угадывали, что было, как было. Суть не в статистике, суть вот в этом. Поиграть в эту игру. Ученые говорят, что если играть не один раз, это вообще не в это, а вообще про игровую теорию, а как минимум через неделю поиграть еще раз, то запоминается на всю жизнь. Если один раз поиграть и потом не использовать, не запомнить. Играть, потом через неделю поиграть, потом еще через месяц поиграть, тогда будет на всю жизнь. На сегодня я с вами заканчиваю, но я хочу ответить на ваши вопросы. У кого какие вопросы по плану счетов бухгалтерского учета? Задайте их. Как их понимать? Каждый счет мы разберем в теории бухгалтерского учета. А вот поиграйте в игру, вы уже категории будете знать. Запомните, план счетов это инструмент, это азбука, это всего лишь категория чего-то. Ази, бухгавери, А, Б, В, Д, Д и так далее. Почему доходы пассивны, а расходы активны? Значит, это сейчас отвечу. Лена, очень хороший вопрос. Виктор говорит, я слышал, что правила не так давно менялись, какие актуальны. Виктор, ФБУ поменяли на ФСБУ, и все. То есть, если открыть сайт Минфина, Минфин, и здесь посмотреть в разделе Бухучет. Бухучет и отчет. Я вам сейчас ссылочку скину. Михаил, субсчета можете придумывать свои и сколько угодно. То есть, субсчета, это подсчета, можно придумывать свои. Ну, например, здесь уже есть на 55-м счете спецсчета, аккредитивы, чековые книжки, депозитные книжки. А вы еще захотели дополнительно еще открыть 55.4, какой-то спецсчет в банке. Либо финансовый инструмент, здесь там какие-то вложения, акции, что-то вы захотели еще. Либо субсчет, вы захотели векселя, вексельные расчеты 60.3 или 62.4. Либо кредиты-займы классические, посмотрите, кредиты-займы бывают с кем? С кредиторами, с банками и кредитными организациями. И бывают обычными с физлицами и юрлицами. Так вот, если кредиты-займы с банками, то долг точка 1, проценты-точка 2. Субсчет можно придумать. То есть, Минфин разрешает вам придумывать свои субсчета. 67-й счет. 1, 2, если банк. А если это юрлицо и физлицо? 3 тела кредита, 4 тела займа, 4 проценты по займу. 67-й. 3 тела займа, субсчет 4, проценты по займу. То есть, вы имеете право на каждом счете придумывать свои субсчета сколько угодно. Какой код у авансового платежа по НДС за квартал? Виктор, задайте вопрос точнее. Вы имеете в виду, какой указать в счет фактуре либо в книге покупок, в книге продаж, либо о чем речь, либо в банке? Если вы платите просто платежным поручением, то никакого кода там не существует. Вы просто платите оплату поставщику. Авансовый платеж по НДС. Вы имеете в виду, если мы хотим в субсчет показать авансы и как выделять. Значит, смотрите. У вас есть понятие покупателей. То, какие с ними отношения? Первое отношение мы должны показать, что покупатели нам должны. Обманутый покупатель нам должен наш доход. Кредит 90.1. Как раз сразу отвечаю на предыдущий вопрос. Рассказать по 90 счетам, когда возникают доходы. Доходы возникают, когда мы обманываем. Мы обманули покупателя на 600 рублей. На 600 рублей. Как вы думаете, в этот момент, что чувствует наш покупатель? Что он покупает какой-то товар? Что чувствуем мы, продавцы? Что мы отдали ему то, что стоит 30 рублей за 600? Поэтому это доход. Здесь возникает классический НДС. Потому что государство тоже в этот момент нас обманывает. Как ни странно, но если нам должен покупатель 600, из этих 600 20-120 мы должны государству. Это обычный НДС. Я просто про авансовый НДС не могу говорить, пока не скажу вам про обычный. И получается, что 100 рублей из этих 100 мы должны отдать государству. Мы должны. Нам должны 600, мы должны отдать 100. Чувствуете, что чистая нет-то выручка у вас уже будет чистый доход. Нет-то доход. Это кредит 90-го минус 90.3 НДС. То есть у вас 500 рублей нет-то выручка. Нет-то выручка 500. И в налоговом учете доход будет 500. В ГУХ учете доход 600 минус НДС то будет 500. Но пока НДС не отняли, грязный брус-то доход 600. Нам, государство скажет подожди парень 100 рублей казну покажи. Понятно будет право на вычете, понятно будет входящий НДС. Мы это будем рассматривать на территории БУХ учета. Но от любой продажи если нет покупок 600 рублей я должен показать доход. Из них 100 поделиться с государством. Ну и конечно же вы будете показывать что пирожок по себестоимости стоил вам обошелся во что. Вы его купили когда-то у кого-то и перепродаете тогда товар. А если вы сами его произвели тогда готовая продукция. Отличие готовой продукции от товара всего лишь том кто его произвел. Готовую продукцию мы сами произвели и продаем. А товары мы купили готовенькие чтобы кому-то отдать. Это себестоимость продажа. Как вы думаете мы прибыльные или убыточные в этом примере? Конечно же мы прибыльные. То есть у нас 600 рублей доход минус 100 осталось 500 минус 30 осталось 470 даже если убрать еще какие-то косвенные что-то останется с пирсом. Ну тут вопрос аппетита в руководстве. Теперь по поводу авансов если аванс то я не могу показать 62.1 аванс это до аванс это означает что выстрел первым произвел покупатель чем он в нас стреляет деньгами денежные средства на счете ВТБ поступили расчетный счет денежные средства от кого от покупателя кредит 62.02 и возник аванс и тут сразу вопрос что делать в этот момент ведь согласно статье 167 налогового кодекса моментом базы по НДС считается первое из двух событий в данном случае первое это что аванс и мы обязаны показать что мы должны бюджет то есть нам заплатили денег мы богаты государство говорит подождите богаты быстро кредит 68 вы должны бюджету денег кто вы мы мы должны бюджету денег мы должны кредиторка почему по кредиту мы должны помните я вам говорил 60-79 или активный или пассивный кто кому должен мы должны но я должен все операции учить но если других не было то я должен бюджету от аванса если аванс был 300 рублей то 50 рублей как понять делю на 6 1 6 если ставка 20% а делю на 11 если ставка 10 легко ставка 10 делим на 11 ставка 20% делим на 6 и от суммы полученных денег поделили на 6 показали а какой счет меня спрашивает Виктор или кто спрашивал не помню в чате конечно же какой-то спец счет то ли 76 авансы полученные в 1С например то ли в других учетных системах 62 субсчет авансы полученные на ваше усмотрение либо 62 субсчет авансы либо 76 субсчет авансы я как сертифицированный преподаватель фирмы 1С конечно же вам советую 76 авансы да Виктор не только солнцезащитный вообще бизнес с очками очень дорогостоящий и наценка в 1000% ни для кого не удивление даже оптика оптику которую продает очки бизнес то же самое да админ это кто что вы меня снова слышите Дарья это вы а Людмила хорошо я помню слушателей по имени отчества либо по фамилии имени отчества можете уточнить кто я вспомню обязательно сейчас я отвечу на вопрос Елены Солнковой почему 90-99 отражается по кредиту ведь они нам приносят действительно они нам приносят но помните приносят именно те кто в этом в разделе 60-71 люди приносят юрлица физлица они нам приносят то есть глобально как это выглядит глобально 62-й это покупатели кредит 90-й доход то есть с одной стороны в активе дебиторка нам должны покупатели обманутые почему обманутые знаете на курсе теории букчет ну здесь уже вы догадались вам написал подсказку Виктор про очки себестоимость низер а денег стоит на рынке много поэтому и обманутые а доход это пассив в балансе не отражается в пассиве не будет уражаться но пассивный счет по тренке доход значит потом что происходит 62-й 62-й приходит к нам уже деньгами ну или на старте авансом или постфакт к нам приходит деньгами почему не показываем сразу деньги доходы не положено ведь деньги вы не украли а получили вам их принесли на блюдечки лица вам их перевели лица организации юрлица поэтому получаете я могу показать 51-й 91-й например но это было бы шел по пути и нашел 100 рублей это редкость это не бизнес бывает что кто-то идет по улице и находит рубль 2-10 но бизнес на этом не делают это прочие доходы которые возникли разово едино а бизнес на поток это постоянное отношение поэтому будут покупатели будут поставщики запомните все отношения пропускаем через 60-е 76-е счета почему доходы пассивные расходы активные все что нам приносит деньги это актив верно затраты давайте подумаем что такое затраты например у нас есть материалы мука что мы с ней делаем отпускаем производство и у нас появляется тесто что такое тесто как актив это затраты в них что есть мука может быть зарплату мы начислены сотрудникам бегать затраты кредит сотрудники мы должны зарплату муку мы получили дебет мука кредит поставщики от поставщиков получили муку а сотрудников получили замес теста получилась некое тесто а наша цель испечь пироги из теста получим готовую продукцию 43 счет пироги это все активы а из пирогов получим расходы почему расходы кредит 43 дадим на 90 когда покупатель появится и напомню это будет 30 рублей как писал Виктор себестоимость но я продаю пачку печенья за 280 милка а себестоимость его 30 ну например ну пусть 180 190 200 печенья с шоколадом ну не меньше чем 150 однозначно если просрочка то может по 100 отдам в любом случае вы чувствуете что если сроки истекают что себестоимость 30 а я показываю покупателю 62 90 62 это покупатели а 90 это доходы доход говорю 180 НДС 30 60 делю на 6 30 и еще 30 себестоимость будет прибыль будет я вас научу рядом операции с покупателями с поставщиками это вы узнаете почему доходы пассивны расходы активны это кроется в секрете масонского треугольника масонский треугольник дело двух трех часов не могу вам сейчас его раскрыть как бы не хотел я вас жду на курсах записывайтесь на теорию учета и вы узнаете почему у вас капитал содержит в себе прибыль а прибыль разница между доходами и расходами а что будет если а это уже Нобелевская премия это уже Нобелевская премия что будет если расходы перенести за знак равенства по правилам математики что будет если расходы перенести за знак равенства куда они уйдут с плюсом в активы а это значит что они по правилам активных счетов а доходы с плюсом где по правилам пассивных эти все секреты я вам раскрою на курсе теории Бухучета раскрываю абсолютно все что Judsell Елена говорит, конечно, открыли секрет, спасибо, ура. Конечно, Виктор, это не только у производства есть, это и есть везде. И зарплаты, и налоги, и амортизации, очень много всего. Конечно, мы за один час не можем с вами здесь разобрать и все. Но предлагаю продолжить нашу дискуссию уже на курсах теории бухгалтерского учеба. Жду вас на наших занятиях, уже 8 июля стартуют курсы. Кому не подходит в будни, можете по вечерам, другие группы. Сейчас лето, время для того, чтобы пополнить багаж знаний. Ну, я вам предлагаю такой трек-курс. Один месяц для того, чтобы быть продвинутым бухгалтером. И теория, и практика 1С. Ровно месяц. Также у нас есть дипломная программа. Кто заинтересуется, можете записаться на дипломную программу, получите диплом по бухгалтерскому учебу. Всем спасибо, мы закончили. Приятно было с вами заниматься. До новых встреч. Жду вас на курсах уже 8 июля. Всего доброго, спасибо.